Это министерство, которое традиционно занимается обеспечением поставок дань в Соединенные Штаты. Ученых, детей, специалистов, молодежи, которые, соответственно, и принимают системы и законы, направленные на обеспечение работы Соединенных Штатов. Именно поэтому из этого министерства уходит единый госэкзамен для цели подготовки российского трудового рынка для использования союзниками США в Европе и самими Соединенными Штатами. Законы и ювенальные инститции для цели увеличения изъятия детей из семей для цели экспорта в США, с одной стороны, на дань, а с другой стороны, для того, чтобы изменить код российских семей, тем самым ликвидировав генетический код вообще русского человека, российского культурного человека. Это второй элемент оккупации. То есть оккупация направлена на деградацию населения и министерство образования является важнейшим элементом этой работы. Ну, например, как пример, вот сейчас президент поставил задачу поменять учебники истории. На какие? Ну, просто чтобы они писали правду. Мы начинаем разбираться, как работает механизм, почему российские учебники истории врут. Вот с какой-то стати они стали врать, вот советские не врали, а за 20 лет вдруг написано много учебников, и они все врут. Мы этот механизм изучили. Американцы сделали простую вещь. Они запретили выпускать российские учебники, кроме как профинансированные ими с помощью системы грантов. То есть вся система учебники истории в России, 600 штук зарегистрированных в министерском образовании и ранее, они все были написаны на американские гранты под их заказ с целью вранья. Потому что учебники истории это воспитание детей, и, соответственно, если туда закладывается вранье, то потом человек растет, и с этим массовым враньем он попадает уже во взрослую жизнь, и это как бы становится общепринятой нормой. Это очень важный элемент, поэтому американцы большое внимание уделяют этим учебникам истории. И президент в рамках национальной освоительной борьбы Путин, он, естественно, начал в том числе с этих учебников, чтобы они хотя бы перестали просто откровенно врать. Технология вообще работы, надо ее понимать. Система управления Госдепартаментом оккупированной территории базируется на следующих вещах. Это посольство Соединенных Штатов, которое не просто посольство, то есть не орган взаимоотношений между государствами, это орган управления оккупированной территорией. Там соответствующие специалисты. Кроме того, с посольством работает система грантополучателей. В Москве это 20 тысяч политтехнологов, у которых содержание из американского бюджета порядка 80 миллионов долларов, плюс программные деньги. Программные деньги достигают 2-3 миллиардов долларов. Программные, например, под выборы, под какие-то крупные события, под специальные проекты. То есть 80 миллионов это просто содержание. Их 20 тысяч приблизительно человек, профессионалов, которые отслеживают абсолютно все отрасли.